UFC лучших бойцов из оставшихся. «Если UFC впрямь распустят на легчайший дивизион, конечно, мы свяжемся со всеми топовыми бойцами веса», сказал Чат-3. У сингапурского промоушена хороший подход к делу, не правда ли? Красавцы! Возвращаясь к Макгрегору у себя в Твиттере, он написал «Ты должен забрать всех бойцов на легчайшего веса, которые останутся без работы, Чат-3. Ты говоришь о боевых искусствах и уважении, но из-за твоей жадности половина дивизиона лишилась возможности кормить семью. Прояви уважение, Чат-3, подпиши весь дивизион», написал Конор Макгрегор. В этом действительно есть смысл. Чем больше топовых бойцов там будет, тем больше конкуренции и, соответственно, рост популярности ММА в мире. Скорее всего, всех подписать не получится, а вот 5-6 именитых бойцов должны получить свои контракты. И давайте послушаем реакции коллег по цеху Конора Макгрегора. Генри Сихуда говорит, не переживая на легчайшем дивизионе Конор, лучше побеспокойся о своих навыках борьбы, грэплинга и о своем бойцовском духе. Бен Аскрен. Полулегкий дивизион выжил без тебя, а наилегчайший не сможет выжить без могучего мышонка. Ты хочешь сказать нам, что Деметриус Джонсон круче Конора Макгрегора? Патрисио Фрейре говорит, либо ты лицемер, либо виски и наркотики слишком сильно повлияли на твой мозг. В данной ситуации стоит винить UFC, а не OneFC. UFC может сохранить дивизион и мог бы не отдавать Деметриуса Джонсона, а ты можешь оказать давление на промоушен. Но тебя не особо волнует этот вопрос, так что закрой рот, заявил Фрейре. Вот так неоднозначно восприняли слова Конора Макгрегора. А он ведь, наверное, хотел как лучше. Еще один боец, Артем Лобов, тоже сделал красиво. Он сдержал свое обещание вернуть Майклу Джонсону деньги. Напомню, что речь идет о 20% от гонорара Лобова. Такая вот благодарность сопернику за то, что тот вышел с ним на коротком уведомлении. У себя в Твиттере Джонсон сразу же отреагировал и написал. По моим понятиям, уважение всегда нужно заслужить. Оно не дается просто так, пишет Майкл Джонсон. «Снимаю шляпу перед русским молотом за то, что он не только дал мне тяжелый бой, но и является человеком слова. Он заслужил мое уважение. Жму руку», — написал Джонсон. А Лобов ретвитнул его сообщение. Мужик сказал, мужик сделал. Напомню, что по итогам трех раундов судьи отдали победу Майклу Джонсону, который продлил собственную победную серию до двух матчей. Лобов же, наоборот, потерпел третье поражение подряд. И еще немного о OneFC. Несколько часов назад президент Чатрис Ситя Донг поприветствовал в промоушене очередную звезду ММА Мишу Тейт. Он написал в Твиттере. «Поприветствуйте OneFC мою хорошую подругу Мишу Тейт. Она является одной из величайших женщин в истории смешанных единоборств. У нее золотое сердце. Миша приедет в Сингапур, чтобы присоединиться к нам в начале 2019-го как вице-президент», — написал Ситя Донг. Миша Тейт подтвердила информацию, она тоже написала. «Я рада присоединиться к OneFC в качестве вице-президента. Я верю в миссию промоушена давать миру шанс увидеть настоящих супергероев, которые зажигают мир надеждой, силой, большими мечтами и вдохновением. Как чемпионка мира я счастлива привнести свой опыт в развитие следующего поколения бойцов», — написала Миша Тейт. В итоге OneFC серьезно настроились на покорение больших целей, это видно, а мы только за. Будет интересно наблюдать за ростом сингапурского промоушена, конкурента UFC. Но все хорошо, пока дело не доходит до трештока. Поли Малиньяджи, бывший спарринг-партнер МакГрегора, давно уже конфликтует с ирландцем, кусает его при любом удобном случае. И в этот раз ровно то же самое. В своем интервью он назвал МакГрегора самым никчемным бомжом в мире. Он говорит, «Конор не хочет со мной драться, в противном случае он бы первонаперво показал бы всем нормальное видео с нашего спарринга. Зачем менять угол съемки на последней минуте? Там невозможно разобраться, поскользнулся ли я, упал из-за толчка или что-то еще. Он никому не нужный бомж, которому верят только всякие дураки. Он очень умело продает себя, поэтому люди проявили невежество и поверили ему». Дальше Полли начинает оправдываться, что он был не в форме во время их спарринга. «Я был не в форме и согласился на спарринг за сутки до его начала. При этом я провел с ним 12 раундов. Вдумайтесь, я целый месяц провалялся на диване и бездельничал, был вообще не в форме и провел с ним 12 раундов, когда до боя с Флойдом оставалось 3 месяца», говорит Малиньяджи. «Думаете, Конор не понимает, что я с ним сделал бы, будь у нас реальный поединок?» продолжает боксер. «Да ладно вам, это все просто брехня, за последние два или три года своей карьеры единственное, чего Конор достиг – это звание самого никчемного бомжа в боевых видах спорта», – подытожил чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Полли Малиньяджи. Менеджер Хабиба уверяет, что у него есть все записи подтверждения его слов, о том, что он напрямую разговаривал с Флойдом Мэйвезером, а потом Флойд встречался с Данной Уайтом. Давайте послушаем слова Абдул-Азиза. «Мы разговаривали с командой Флойда Мэйвезера», – заявил менеджер на шоу «Ариэля Хеливани». «На самом деле это Флойд первый вышел на нас. Мы поговорили с ним, а затем я поговорил с его представителями. Я сразу же известил UFC, потому что мы обязаны делать это по контракту». У Данны Уайта было несколько встреч с командой Мэйвезера, но мы расходились с ним во мнениях. Он считает, что может уговорить Флойда драться в UFC. «Если Флойд Мэйвезер звонит вам напрямую, это уже большие новости. Тут важно отметить, что у Хабиба остался всего один бой по контракту с UFC», – говорит Абдул-Азиз. И, собственно, дальше Абдул-Азиз говорит, что он подстраховался, и у него есть доказательства. «У меня есть текстовые сообщения, голосовые сообщения, есть буквально всё. Если хоть кто-то из команды Флойда или с UFC что-то будет говорить о недостоверности моих слов, я всё выложу в соцсети», – заявил менеджер Хабиба. Луис Пинья, который готовился к своему поединку на UFC Денвер вместе с Хабибом Нурмагомедовым, называет этот опыт бесценным. Давайте послушаем, что он говорит. «После переезда в Калифорнию, взял Ака. Я стал одним из основных спарринг-партнёров Хабиба Нурмагомедова в подготовке к бою с Коннором Макгрегором. Такой опыт не купить ни за какие деньги. Хабиб – величайший легковес мира. Скорее всего, он один из лучших в истории спорта», – сказал Пинья. «С моим подходом к тренировкам я был достаточно успешен, чтобы набраться уверенности в себе после таких тренировок с Хабибом. Он, Ислам Махачев, атаковали меня так, как никто в нашем спорте не сделает. Это мне позволило подготовиться к любому сопернику», – подытожил Пинья. Тренер Джорджа Сен-Пьера Ферраз Захаби похвалил Коннора Макгрегора, и сделал он это в недавнем своем подкасте. Послушаем, что он говорит. «Во втором раунде Коннор принял на себя уничтожающий удар правый и упал, как мешок с картошкой. Но вот то, как он поднялся после удара, показало мне его сердце льва», – сказал Захаби в своем подкасте. «Гарантирую вам, что большинство после такого пропущенного удара запаниковали бы. Они бы боялись, искали бы выход из сражения, а он вернулся и забрал третий раунд. У него сердце льва. После пропущенного удара множество сомнений может поселиться в голове, но он показал себя собранным и устойчивым, храбрым. Он продолжил сражаться со всеми силами. У него сердце льва. Ненавидите ли вы его или нет, но у него сердце льва, и он вернется. В этом сомнений у меня нет», – рассказал Ферраз Захаби. А на этом пока все, друзья. Заходите ко мне в Инстаграм, подписывайтесь на канал, а мы с вами встретимся уже через несколько часов. Пока!